14 апреля пересечения Волоколамского проспекта и улицы Фадеева. Такой страшной аварии в Твери не было давно. Увиденное напомнило месиво у театра кукол в феврале 20-го. Здесь не менее страшно. Водитель скорой медицинской помощи двигался на маяках специальным звуковым сигналом. И при подъезде к перекрестку произошло столкновение. Водитель автомашины Митсубиши Паджаро двигался по улице Фадеева, соответственно, также выезжал на перекрестку. Самого водителя Митсубиши мы спросить не смогли. 23-летнего парня увезли на скорой. Но кое-что сообщить об обстоятельствах аварии сотрудникам ГИБД он успел. Мол, хотел проскочить перекресток на зеленый за оставшиеся 3 секунды. В итоге авария с человеческими жертвами. Мы ехали вот оттуда вот сюда, повернули со спортзала на тростепенной улице, получается. Ехали сюда, наверное, километров до 60. У знака «Уступи дорогу» услышали скорую. Потому что едет скорая, ехала около светофора. То есть, ну, плюс-минус одинаковое расстояние. И те, и те, ехали где-то 60. И уже затормозить не получилось. За долю секунды столкнувшиеся автомашины выбросило на тротуар. Скорая завалилась на бок. Иномарка пробила с собой киоск «Союз Печати», предварительно снеся знак пешеходного перехода и подмяв под себя самих пешеходов. На этих кадрах видно, что в ожидании разрешающего сигнала стоит толпа людей. Трое из них серьезно пострадали. А пешеходов вы сшибли или скорая? Не помните? Двое лежали около машины, трое. Двое или трое лежало около машины. Около вашей? Да. Остальных я не видел. Водитель реанимации погиб на месте. Как нам удалось выяснить, мужчина работал в скорой с 2003 года. Водителем был опытным. Пострадали на момент аварии шестеро. Два находившихся в скорой медицинских работника, три женщины зрелых лет пешеходы и водитель Митсубиши. Спустя два часа после аварии нам сообщили, что в больнице скончалась одна из пострадавших пешеходов. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Скорая в эту минуту спешила на вызов. У больного случился инфаркт. А куда спешил водитель иномарки? Его друг сообщил патрульной службе, что водитель в аварии сломал ногу. Что-то с головой, потому что я его посадил, сходил за водой, прихожу. Он говорит, ты откуда здесь? То есть он даже не помнит, что я был с ним. На место аварии выехали все экстренные службы города. Кто-то сообщил следователю, что, мол, скорая шла без проблесковых маячков. Эту информацию сразу опровергли очевидцы. Я выходил в Сбербанк. Я оборачиваюсь, но слышу сирену, слышу. Маячки, сирену я слышу. Поворачиваюсь, смотрю, в момент удара я не видел, только хопок. Услышал хопок, и люди разлетели с разной стороны. Одна мне под машину, одна сюда, одна туда. И вот так. Специализированным следственным отделом следственного управления ОМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение лицом управляющим автомобилем, трамваем, либо другим механическим транспортным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Как нам стало известно, в региональном следственном комитете по факту аварии началась проверка. О том, к какому выводу придет следствие, мы сообщим в патрульной службе. А пока в который раз предупреждаем всех водителей. Уважаемые, проявляйте уважение к медикам, которые спасают наши жизни. Пропускайте машины скорых. Они спешат. Не вставайте у них на пути. Вот к какой беде может привести ваше нетерпение и невнимательность. Три, два, три, три. Ещё, ещё. Входи аккуратнее. То, чего ждали тысячи тверетян, свершилось. Вечером 13 апреля первый апелляционный суд общей юрисдикции города Москвы утвердил приговор Тверского областного суда в отношении Александра Забенкова. Как мы уже сообщали, апелляционный суд назначил новое судебное слушание по этому делу, пытаясь разобраться в каждой детали. 13 апреля в суде в течение 40 минут выступала адвокат Забенкова Галина Иванцова. И вот победа. 13 апреля в разговоре с нами федеральный судья Тверского областного суда Борис Райкис, который и вынес оправдательный приговор, поделился. Рад за судьбу оправданного парня. И рад тому, что в апелляционной инстанции работают настоящие профессионалы. Мы же сегодня приводим фрагмент эксклюзивного интервью с Борисом Райкисом, который мы записали сразу после оглашения приговора. Я думаю, что все доказательства по делу, которые были собраны и исследованы в ходе судебного процесса, позволили бы и другому составу суда прийти к такому выводу, к которому пришли и мы. Что же касается вопроса о знании законодательства, о необходимой обороне, то, к сожалению, должен констатировать, что не только обычные граждане, но зачастую и сотрудники правоохранительных органов слабо владеют этим вопросом. Борис Самуилович согласился стать экспертом нашей постоянной программы «Тема дня», о дате которой мы сообщим позже.